МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на плановый период 2018 и 2019 годов. Слушания пройдут 23 ноября в 17 часов в актовом зале администрации округа. Проект окружного закона опубликован в газете «Неарьяна Виндера», а также размещен на официальных сайтах администрации НАО и окружного собрания депутатов. Замечания и предложения по проекту окружного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов могут направляться в Комитет собрания депутатов в письменной форме в срок до 22 ноября. Также свои предложения можно направить в форме электронного документа по адресу парламентсобакосднау.ру или через официальный сайт собрания депутатов. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведения об адресе. И замечания и предложения юридических лиц должны содержать полное наименование юридического лица и его местонахождение. Прямую трансляцию публичных слушаний можно будет увидеть на нашем канале. Жителям Ненецкого округа расскажут о получении электронных государственных услуг. 26 ноября на площадке Ненецкой центральной библиотеки пройдет день открытых дверей по вопросам предоставления госуслуг. Для округа с учетом его территориальной специфики интернет дает возможность жителям самых отдаленных сел повысить доступность и качество получения госуслуг. С интернет-ресурсом жители и гости округа познакомят представители региональной администрации, многофункционального центра, ГИБДД и отдела ОМВД НАУ по вопросам миграции. Они расскажут о регистрации на портале госуслуги.ру и местах получения учетной записи, а также об услугах, которыми можно воспользоваться, не выходя из дома. Организаторы пошагово продемонстрируют процедуру получения конкретной услуги на портале. Например, запись ребенка в детский сад, оплату налоговой задолженности и штрафа ГИБДД, получение выписки с пенсионного счета или оформление загранпаспорта. В настоящее время на едином портале госуслуг зарегистрированы более 5000 жителей Ненецкого округа. Они могут получать государственные услуги практически в два раза быстрее за счет исключения посещения различных инстанций, в том числе для сбора дополнительных сведений, справок и выписок. Семья-хранитель традиций, золотая семья России, молодая семья, многодетная семья и сельская семья. За победу в таких номинациях боролись 10 супружеских парней Ненецкого округа в заочном региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года». Награждение призеров и победителей прошло в Наринмаре в рамках окружного форума молодых семей. За победу боролись в пяти номинациях. В каждой были свои условия для участия. К примеру, золотой семьей России могла стать семья, члены которой прожили в браке не менее 50 лет, являясь примером приверженности семейным ценностям. Победу в этой номинации одержали супруги Михаил и Тамара Канева из Хангурея. На награждение смогла приехать только Тамара Гавриловна. Тамара Гавриловна не только любящая мать, замечательная жена. У нее две дочки и сын, внуки. Но она еще и замечательный руководитель и организатор. Она награждена медалью за доблестный труд. Она лучший киномеханик России. Она уже больше 10 лет руководит клубом общения пенсионеров в Хангурея, который называется родник. В номинации «Семья. Хранитель традиций» победу одержали Леонид и Галина Михеева из Наринмара. Традиции, история и даже приверженность профессии действительно передаются в этой семье из поколения в поколение. У них есть родословная с 1678 года. За это можно поаплодировать. И четыре поколения веками. Два родителя и десять детей стали победителями в номинации «Многодетная семья». Вероника Ивановна и Федор Георгиевич воспитывают семь мальчиков и три девочки. Одна из дочерей уже выпорхнула из семейного гнезда и живет в Санкт-Петербурге. К слову, читат Алеевых не только многодетные, но и приемные родители. Это никакой не подвиг. Это просто жизнь. Просто живем и стараемся. Стараемся не унывать. У нас вообще такая семья, у детей очень хорошее чувство юмора, поэтому, наверное, оно помогает нам выжить и преодолеть всякие сложности. Хотя особых сложностей я даже и не вижу. В номинации «Сельская семья» победила семья Власовых из Красного. Лучшей молодой семьей стали Владимир и Юлия Абрамовы. Напомню, все победители станут участниками второго заочного этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Для этого им необходимо будет подготовить и направить в электронном виде выступление перед экспертной комиссией с презентацией на тему «Моя семья – моя гордость». После торжественного награждения молодые семьи округа стали участниками ежегодного форума, где руководители профильных ведомств и учреждений региона могли ответить на волнующие молодых родителей вопросы. Кроме того, специалисты еще раз напомнили семьям о видах окружной и социальной поддержки. Хотелось бы остановиться на вопросах летнего отдыха. Буквально в ближайшее время начинается прием заявлений на путевки мать и дитя, поэтому хотелось бы вас нацелить на то, чтобы не дотягивать до последнего. И если по категории вы подходите, подавать заявление сейчас. Что касается граждан, которые стояли у нас на очереди на получение путевок в прошлом году, они были все обеспечены, поэтому все, кто будет подавать, большая вероятность, что в этом году путевки будут получены. Напомню, форум молодых семей прошел в Нренмаре уже в третий раз и по традиции стал хорошей площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области здравоохранения, социальной и жилищной политики. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Памятная для региона дата. 20 ноября Неницкий округ почтил память тех, кто ушел на фронт в составе олено-транспортных эшелонов. 40 вопросов за 40 минут. Неницкий округ принял участие во Всероссийском географическом диктанте. В Наринмаре прошел митинг, посвященный участникам Великой Отечественной войны, воевавших в составе олено-транспортных батальонов. О подвигах оленной армии снято несколько фильмов, поставлено театрализованное представление, написаны книги. А в 2013 году учреждена региональная памятная дата, которая ежегодно отмечается 20 ноября. Удары по шаманскому бубну отсчитывают минуту. 60 секунд молчания у памятника олено-транспортным батальоном. Каждое 20 ноября уже традиция. В этот день жители Неницкого округа вспоминают тех, кто отдал жизнь за победу в Великой войне. Вы знаете, наша главная задача, безусловно, помнить. О нашим потомкам знать, что вклад наших земляков в дело Великой Победы огромен. И мы будем ежегодно собираться в этот памятник, в эту значимую для Неницкого автономного округа дату и вспоминать наших земляков, которые не вернулись с фронта. Это герои Карельского фронта. Их сражение за победу началось 20 ноября 1941 года. Тогда в округ пришло секретное постановление о мобилизации олено-транспортных батальонов. В условиях Крайнего Севера только оленя-упряжка была способна перевозить раненых по глубокому снегу, доставлять продовольствия и боеприпасы в отдаленные гарнизоны, пограничные заставы на аэродромы. Для этого в Неницком округе были мобилизованы 6 тысяч оленей и 600 оленеводов, из которых сформировали 5 олено-транспортных эшелонов. Один за другим они отправились к западной границе государства. Среди ушедших на фронт был Ирочев Анисим Захарович. Как рассказывает его сын Иван Анисимович, оленеводы два месяца готовились к тяжёлому переходу до Архангельска. Отца назначили бригадиром стадо второй команды четвёртого эшелона. Провожали мужчин из Коткина. Гуляла и плясала вся деревня. И они благополучно дошли до Архангельса. Были большие трудности, но все они были преодолены. И отец 4 года участвовал в войне в составе оленного транспорта Карельского фронта. Вернулся домой только в октябре 1945 года. А я родился в 1942 году. Отца увидел только в 3,5 года. Вот такая история. А потом наша семья ещё выросла. Родители вырастили 10 детей. Все они живы-здоровы и живут со своими семьями в разных уголках нашей России. Всем, кто погиб и не возвратился домой, посвятили небольшую театральную постановку. Это отрывок большого спектакля «Мы сбережём святую память», премьера которого прошла в 2014 году. Пётр Литков, у которого в семье погибли 4 человека, сыграл своего земляка-фронтовика. Становишься старше, тем больше понимаешь, что без этого никак нельзя. Память надо сохранять, передавать. Пока жива память, жив человек. Это же самая простая аксиона, правильно? Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Жители округа могут принять участие во всероссийском тесте по истории Отечества, который проводится в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией». Тест включает в себя 40 заданий, которые необходимо будет решить в течение 40 минут. Для успешного прохождения теста на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума организованы лекционные занятия. Задание теста разработал Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. Участниками испытаний могут стать граждане России, соотечественники, проживающие за рубежом. Иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие русским языком. В Наринмаре площадками теста станут образовательные учреждения города. Это будет школа номер один, школа номер два, номер три, номер четыре, номер пять. Также школа имени Парерки, Ниньский аграрно-экономический техникум и Ниньское профессиональное училище. Ну и также ряд площадок организованных в населенных пунктах нашего округа. Можно подойти абсолютно на любую площадку, пройти регистрацию и, соответственно, пройти тестирование. Также тестирование пройдет в НИСИ, Нижней Пёше, Оксино, Омме, Тельвиске, Харуте, Шойне, Харивере, Красном, Каратайке, Коткино и Амдерме. Для подготовки учащихся к тесту в Ниньском аграрно-экономическом техникуме проводят селекционные занятия с участием педагогов профессиональных образовательных организаций и учителей истории. Начало занятий в 18 часов. Напомню, сам тест по истории Отечества пройдет в единый день 26 ноября с 11 часов. Кроме того, задания можно выполнить онлайн на сайте www.dgr.rf в течение всего дня. Более 2000 площадок, десятки тысяч участников и масштабный охват. Россияне во второй раз проверили свои знания по географии. Акция «Всероссийский географический диктант» прошла во всех регионах страны и объединила тех, кто интересуется наукой о нашей земле. В Нинницком округе акция прошла на трех площадках – в селе Несь, в школе номер 4 и Нинницком краеведческом музее. Там побывала наша съемочная группа. Выберите из списка объект с наибольшей соленостью воды. А. Каспийское море. Б. Каское море. Вопрос от диктора – подсказка в виде картинки до полутора минут на размышление. Проверка знаний по географии в этом году не изменилась. Так же, как на первой акции, участнику предлагалось 30 заданий, условно разделенных на три блока. Здесь вопросы и про самую северную природную зону, где растет мох и ягель, про степную реку, которая посвящала стихи Лермонтов, про город-герой, прославившийся на весь мир. Учитель географии школы номер 5 Татьяна Канева оценила уровень вопросов как несложный. Для меня особой сложности не представляло. Во-первых, потому что много путешествую. Я была в Волгограде, вокзал я вижу сразу. Дальше. Потом теракт был. Это все картинки, которые запечатляют, как и память. Видимо, несложные. Несложные, я думаю. Интересно, захватывающе. Хочется себя проверить. Такой немножко есть адреналинчик кровей. Вообще интересно. Мне кажется, в любом случае, когда проверяешь свои знания, свой интеллект, свой уровень образованности, образование и при этом свою родицию, это всегда очень интересно. В прошлом году Татьяна Канева, одна из немногих, получила 100 баллов. По словам организаторов всероссийской акции, люди, не связанные с географией, путались в названиях рек и над горей, неверно называли имена первооткрывателей. Ничего страшного в этом нет, уверены участники. Главное – интерес к изучению своей страны, которая появляется после диктанта. С точки зрения географии Россия – страна уникальная. Ее омывают 12 морей. На территории расположены самое глубокое в мире озеро и самый большой действующий вулкан. На огромной площади в 17 миллионов квадратных километров проживают более 200 народов и народностей. Я бы хотела на Дальнем Востоке очень побывать. Ну, я не знаю, мне кажется, там интересно и что-то необычное, природа и другие города, наверное. Культура сама другая, вот хочется узнать. Надеюсь, что сейчас школу закончу и буду сама уже исследовать Россию в целом и мир. За диктант участники получат баллы, которые подскажут, какую область географии необходимо подтянуть. Результаты диктанта будут известны только участнику, ведь один из главных принципов проведения акции – анонимность. Каждый участник получает идентификационный номер, по которому сможет узнать свой результат на официальном сайте РГО. Бланк мы его отсканируем, отправим в Центральное отделение РГО. Там они до 25 декабря проверяют. После 25 декабря можно будет зайти на сайт РГО, ввести свой идентификационный номер и по нему узнать свой результат. Подводя итоги второго диктанта, организаторов не радует только одно – активность горожан. В прошлом году участниками акции стали более 120 человек, в этом году – в три раза меньше. Возможно, кто-то писал диктант онлайн. Таким способом проверить свои знания на сайте РГО можно до 23 ноября. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В честь 20-летнего юбилея. Самодеятельный театр «Иллипс» презентовал постановку «Нярвей». Новой театральной постановкой порадовал зрителей Неницкий самодеятельный театр «Иллипс». В 20-летний день рождения театра в Большом зале Дворца культуры Арктика прошла премьера спектакля «Нярвей» по мотивам рассказов Пелли Пунух и неницких сказок. На премьере побывала и наша съемочная группа. Полная тишина в зале идет премьера юбилейного спектакля Неницкого самодеятельного театра «Иллипс». Более чем на 40 минут зрители очутились в самом сердце тундры, где смогли наблюдать удивительную историю «Нярвей». «Нярвей» – это не только название спектакля, но и имя главной героини, роль которую исполнила Светлана Вокуева. «Это роль девушки, которая спасла семью. Девушка пошла, обманула богача и спасла семью тем самым». «Долго вживались в роль?» «Ну да, честно сказать, да. Пришлось придумывать, как будет походка, как все, как нужно переодеться. То есть все нужно было продумать до мелочей». И если Светлана Вокуева долго вживалась в роль, то ее партнер по спектаклю Альберт Ордеев, исполнитель роли обманутого богача Тетта, играл, как признается, на одном дыхании. «Если хочешь сыграть, только играй. Любой человек, если он хочет сыграть, он может сыграть. Тут нету никаких хитростей, тонкостей. Ну, это я понимаю, это профессиональные актеры. Они могут что-то сыграть, им надо в роль сживаться. Это профессиональные. А мы-то любительские». Такую любительскую игру высоко оценили не только зрители спектакля «Норвей», но и профессиональные жюри Всероссийского фестиваля «Охотчие комедианты» в городе Ярославле, который проходил в прошлом году. На родине первого русского театра артисты театра «Иллипс» выступили с пьесой Прокопия Евтысова «Самдова». Этот обряд Камлани завоевал не только диплом первой степени, но и диплом за лучшую режиссерскую работу. Как скажут потом зрители, они не играли, а словно жили на этой сцене. Живёт на сцене на протяжении уже 20 лет вместе с театром «Иллипс» и Серафима Дуркина. Она стояла у истоков создания самодеятельного театра. «Иллипс» театр «Иллипс» где только не бывал, за границей были, в разных городах, в фестивалях участвовали. Очень мне хорошо запомнился дни ненецкой культуры, в этом Ямал-Ненецком округе, в Салихарде. Ну вот тогда, когда мы выступали, там говорили, что вот театр, вот истинно такой ненецкий театр, который даёт культуру. У нас театры, все стильзоны, а у вас всё по-настоящему. Такого творческого успеха, по словам Серафимы Дуркиной, удалось достичь благодаря общей любви к родной культуре всех участников ненецкого самодеятельного театра. А это почти 30 человек в возрасте от 5 до 75 лет. На этом у меня всё. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее прогноз погоды. Лакомбой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова